МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телера до компании Гомель. У студии працуе Марина Джала. Глядите у этого выпуска. Обороним новокольное сяродье. У Гомеля распространялась международная навыково-практическая конференция. Рух автотранспорта закрыта. С сегодняшнего дня нельзя проехать по некоторых улицах у центра Гомеля. Праца и отпочинок. Гомельские студенты отправились на лето в Сочи. А зараза об этом и иншим больше подробязна. Завтра в шмат яких краинах пройдут мероприемства, присвеченные Дню Аховы новокольного сяродья. У Гомеля до его примерковали двугденную международную навыково-практическую конференцию, которая сегодня открылась в университете имя Франциска Скарыны. С парадком дня конференции ознайомился Олег Синтероу. Международная экологичная навыково-практическая конференция проходит у Гомеля в четвертый раз. Зараз иудейниками стали 60 человек с 8 краин света. Сегодня в программе пленарное посаджение. Завтра продовольжены работы по сексах, на которые в першню запросили представников IT-компании. У сферы выучения и аховы новокольного сяродья IT-технологии сегодня не просто помощники. За их допомогой можно и электронный регистр гнебы створить, и место распространения инвазийных видов удокладнить, и навык спрогнозовать максимальное узловное поводки на конкретных реках. Иншая справа, что кажется, это не за счёты Танна, а лекали размывы и деп выращение державных задач, выкористовывать IT-технологии необходимо у любым выпадку. Трансограничная экология не ухудшается, потому что сейчас каждое государство ужесточает, естественно, законодательную базу. У каждого свои требования. Где-то они у нас жёстче, где-то они жёстче, например, на Украине, либо в России. Каждый строго следит. Для Гомельской области пытания аховы новокольного сяродья были актуальными завсёды. Великие запасы подземных вод, лесные массивы, якие займаются божьей к половой территории региона, и ускористные выкопни, и в тот же час Гомельчина, самый промысловый регион, тут находится, когда 22% предприемств в Беларуси знасти гармонию, поменьше природы и его творчество задача не лёгкая, а ли реальная. Во всяком разе уйденники конференции кажут, что у нас есть чему поучиться. В частности, решение вопросов, связанных с радиационным загрязнением территорий. Второй момент. Это связаны с охраной и рациональным использованием водных и луговых экосистем. Почас работы секции плануется обмельковать каля 90 докладов. Тема такая самая розная – от трансграничного супрацовництва у сферы оховы природной спадщины и проблемы утилизации вытворчих отходов до оценки уплыва опадков на стан автомобильных дорог Беларуси. Важно всё, тем больше, что зараз беларуская экология берёт курс на гармонизацию природооховного законодательства с европейскими краинами. У приватности размыва идёт переглядя подоходов до выкористания великих рек. В 2016-м Украине у Першинёбы устворенный совет кирования Днепром. На праконце этого месяца плановится затвердить комплексный план выкористания Припяти. У склад таких советов уключаются представники усих регионов, по территории яких протекает река. Бассейновый принцип нацелен на то, чтобы комплексно, не территориально, а комплексно управлять водными ресурсами и понимать, что если какие-то работы проводятся у истоков, реки как это скажется далее на всей её протяжённости. Врабатывается совместное решение. Пока на уровне нашего законодательства этот бассейновый принцип носит рекомендательный характер. То есть решение этого совета включает представителей различных организаций, учёных, субъектов хозяйствования, водопользователей, органов власти. Адек Сентяров, Ёвген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Сёняшнего дня у центра «Гомеля» закрыты рух аутотранспорту по улице Жарковского на ушастку от улицы Советской до улицы Кирова. Это обумовлено проведением будавнейших работ. Такое обмежевание будет денежать до вечера 1 липеня. Комитет державного контроля у Гомельской области завтра проведя промую телефонную линию. Жигары региона смогут задать пытанье на конд несвоечасовой выплаты заработной платы. Звертаться треба по номеру телефона у Гомеля 23 83 87 за 11 до 12 30. Патриарш и экзарх у всей Беларуси митрополит Минский Заславский Павел наведал Добруш, как закласти камень у подмурок храма святого Олега Бранского. Это дом стал 15 православным объектом у Добрушском районе. Под обязанностью материала Ганны Корольчук. Кожный храм або царква – это не просто помешкание для храмацкой молитвы. У першу чергу это место здобыття духовной сутности. Дарачи, зараз у микрорайону Миляратора у Добруши стоит маленькая дравляная царква святской иконы Божьей Мати, якая належит до храмового комплексу святого Олега Бранского. А у минулого года по бачзьёй залили фундамент для великого храма, який упрыгожит район и сможет сместить усих верников. Тому у долга чаканы будовли храма у гонорасвятителя доброверного князя Олега Бранского и мкнуться принять удел усе – представники духовенства, улады, громадских организаций и, конечно, мясцовые жахары. Ждали, звонили, спрашивали. Вы знаете, храм строить надо. Даже с той мысли, что когда-нибудь в этом храме помолятся и за нас. Каб благословить будовництва и закласти камень у подмурок храма, удобрыш приехал патриарш-экзархусе Беларуси митрополит Минский Заславский Павел разом с представниками российского духовенства. А кроме того, высокопраосвященнейший Павел замуровал памятную грамоту у стене храма. Обсноваться сия церковь в честь преподобного и благоверного князя Олега Брянского положено основание сия нами, патриаршим экзархам сия Белой Руси. Олег Брянский изъявлялся сыном першого бранского князя Романа Михайловича и унуком святого покутника князя Михаила Чарниговского. У ипатии узким летописи сгадывается, что князя Олег разом с батьком удельничали у военном походе супред Литвы. Позднее Олег на уластные гроши засновал у Бранску новый монастыр, який заховался до наших часов под назвой Петропавловский. Князь помер строгим подвижником и был похован в монастырском храме. А после его смерти канонизывали як святого Русской Православной Царквы. Выбор святого Олега Бранского заступником храма был не выпадковым. Святыни знаходятся по дорозе у Бранск и яе наведываются як белорусы, так и россияне. Эта идея зародилась еще лет 12-15 назад. Здесь удобнейше поставить храм в то время, когда я еще совершал свое служение в корме при покойном Владике Аристархе. Но я был переведен в Мозырь служить епископом Труцким и Мозырским. И эта идея осталась так только в воздухе летать. А вот уже когда Господь дал, что я был назначен правящим епископом Гомельской епархии, то я возобновил эту идею и сегодня мы ее воплощаем в жизни. А вот в честь Олега Бранского это было решение не только мое, а и нашего губернатора Владимира Андреевича Дворника. Мы с ним обговорили эту тему. Будовництво нового храма у гонор пропадобного Олега Бранского стало черговым подсвержением развития добросуседских относин народов Белоруссии и России. Клана Корольчук, Валерия Гопанько, телерадоакомпания «Гомельс», Добруша. У Гомельским городским социально-педагогичным центры сегодня прошла доброчинная акция, примиркованная до Международного дня обороны детей. По установке с подарунками и забавляльной программой завитали представники городских профсоюзов и студенты из Дяж-Университета имя Франциска Скарыны и Гандлёва экономичного университета споживецкой кооперации. Четвертый год за паршанонные гости наведывают центр и каждый раз привозят с собой молодых волонтеров, которые ладят с детьми конкурсы викторыны «Гульни», «Накемлевость» и «Спрыт». Все лето программу подрыхтовали студенты факультета психологии и педагогики Гомельского университета имя Франциска Скарыны. Девчины являются удельницами волонтерского отрада Сузорья. Для их такая практика, зносина с детьми, которые сегодня разлучены с батьками, так само в опыт. Ребята ждут, ребята разные, знакомятся. Студенты, конечно, тоже очень большой опыт приобретают после таких мероприятий. Прямое общение, игры, и рисуют вместе, и танцуют, и пляшут. Каждый раз что-то новое придумывают. Сустрэша прошла у теплой атмосферы. На проконце усидеться отрымали солодкие подшастунки и подарунки от Гомельского городского объединения профсоюзов. Гости пообиацали акцию проводить еще не один год. У Центральной библиотеки имя Герцена сегодня прошла святочная сустрэша под назвой «Свет починается с дятинства». Наученцам 10-й гимназии пошанцевала познайомиться с соправдной казачницей, детячей письменницей Инной Зарецкой. А так само убачить незвычайные глиняные цацки, выкананные самобытным майстром декоративного прикладного мастаства Михаилом Кляцковым. Выстава ляпнины отрымала назву у спамины об дятинстве. У скульптурах и композициях аутра для строя белорусские традиции обрады. Михаил Кляцков вольно володая техниками глиняной лепки, ганчарного майстерства и декорирования керамики. Некоторые его работы знаходятся у Национальном мастацке музее Республики Беларусь. Познайомиться с творчостью майстра теперь можно и в библиотеке имя Герцена. Еще одним героем сустречи стала гомельская детячая письменница Инна Зарецкая. В минулом году в свет вышли две ее книги. Сборник вершу для детей «Веселый народ» и книга «Казак медведяня топа». Сегодня подчас сустречи урывки из них читала сама аутр и школьники. Очень понравилось мероприятие, очень теплое, дети были очень отзывчивы. Очень радует то, что дети читают книги, что дети подготовили стихи, подготовили сценки. Очень понравилось музыкальное выступление детей. По словах письменницы, сустреча натхнила яена на написание новых вершов про деток школьного взрослого. Махчима нехта с присутных станет героем наступных творов Инны Зарецкой. Гомельские студенты отправились на лето в Сочи. Три месяца гомельшане будут працовать в гостиничном комплексе «Сочи-Парт-Готель». В складе сервисного студотрада на побережье Черного моря отправились больше за 40 студентов. В Сочи они едут не только, как заработать гроши, а и как добро отпочить и найти новых сябров. Межтым программа обещает быть вельми насыщенной. Беларусы станут светками головной футбольной паде 4-х годов, чемпионату свету. У Сочи будут проходить матчи Мундеялю. Предоставил Барсэм такую возможность и пообщаться там, и погулять. И все это на все лето. Мы едем помощниками официанта. То есть, ну, я предполагаю, возможно, будем сервировать столы и всяким таким заниматься. Вот. Ну, возможно, даже в преддверии чемпионата мира. Может, даже доведется увидеть Португалию, Испанию. У центральной части Палаца Румянцевых и Паскевича открылась выстава, присвеченная 150 годов с дня народжения вядомого гомельского архитектора Станислава Шабуневского. Тут разместились уникальные чертяжи, документы, фотосдымки с фондов областного архива и музеи истории города Гомеля. Так само экспозиции можно убачить макеты особных архитектурных сбудований и карту сучасного областного центра, на яку нанесены будинки, яке неколе проектовал Станислав Шабуневский, яке захаваліся до нашего часу. Гэтый творчый доследший проект был распрацован и суместно с упрацовниками гомельского Палацова-Паркового ансамбля и студентами Белорусского Державного Университета Транспорту. У целом на выставе можно доведаться шмат цікавой информации про житую и деятельность гомельского архитектора Станислава Шабуневского. На жаль, нам вядомы не все авторские работы гэтого выдатного дойляда. Частка их была знищена у годы Великой Ачинной Войны. Але и тое, что захавалося, до сегодняшнего часа упрыгоживая город над Сожем и шмат учим вызначает его архитектурное обличчо. Когда мы сегодня пройдем по центральной части гомеля, то мы обязательно увидим самые красивые дома. Это бывшие банки, это дом гражданских обрядов, это больница скорой помощи. Это те здания, которые остались нам в наследии от Шабуневского. Он их проектировал, они украшают город. И эта выставка будет очень интересна многим любителям нашей истории, архитектуры, прошлого. Ауторская мода стала больше доступной. У гомеля чинил свои дверы первый шоурум знакомитого дизайнера Людмилы Лапковой. Модная крама разместилась по улице Ирынинской. Дарыши, минавито тут уже дейничают некольки бутиков ауторских вырабов. Новый шоурум представляет день невядомого белорусского дизайнера Людмилы Лапковой. Миновито и она опранала белорусскую делегацию на Олимпиаде в Пхоншхане. Ее вопридку носят многие медийные персоны нашей краины. Зараз на полицах представлены первоважный ассортимент для жаншин. Немало тут и одене для маленьких модниц. На сегодняшний день представлена коллекция «Весна-лето-2018». Здесь уникальность в том, что наш дизайнер Людмила Лапкова, она сама рисует каждый принт, прорабатывает каждую модель. И то, что вы получите здесь, больше нигде такого рисунка, такой ткани, нигде не будет повтора. Поэтому наши гомельчанки и их маленькие дочки, потому что у нас представлена еще будет коллекция «Фэмили Лук», то есть мама-дочка, получат потрясающую возможность почувствовать себя индивидуально. Ассортимент будет обновляться каждые два месяца. В перспективе так само представить на полицах шоурума и одене для мужчин. Гэты и инши новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры «Де-факто» и «Спортивный огляд». А я с вами развитываюся. Всего доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Не успел затормозить. В Гомеле на Рическом проспекте столкнулись два городских автобуса. Не обошлось без пострадавших. Инцидент произошел сегодня утром на остановке «Давыдовский рынок». Отмечается, что двигались автобусы в попутном направлении. По предварительным данным, два человека, пассажира автобусов, получили телесные повреждения. Одна из причин совершения дорожно-транспортного происшествия, по предварительной версии, не соблюдение дистанции от автобусами. Еще одно ДТП произошло в Калинковичском районе. На 198-м километре автодороги М10 столкнулись Toyota Camry и Mercedes Sprinter. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель Toyota, который выехал навстречку. В результате столкновения одна из пассажиров Кэмри от полученных травм скончалась в карете скорой помощи. Вторая получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Оперативники задержали в Светлогорске двух валютчиков. Тандем оказался семейным. Они приходились друг другу братьями. Мужчины обменяли местной жительнице 50 долларов. В приличном обыске и осмотре автомобилей были найдены более 2 тысяч долларов, 520 евро, свыше 150 тысяч российских рублей и 13,5 тысяч белорусских. Известно, что братья и ранее неоднократно привлекались к ответственности за подобное нарушение. Ушел в лес и не вернулся. В Житковичском районе милиция разыскивает пенсионера. На вид мужчины 65 лет, рост выше среднего, короткие седые волосы. Отмечается, что он страдает потерей памяти. Если вам что-либо известно, просьба обратиться по номерам телефонов, которые вы видите на экране, либо по номеру 102. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин РЗ сделали все, чтобы завоевать первую викторию. Однако немного не хватило везения. Поединок проходил в равной борьбе и уступать никто не хотел. Первыми вперед вышли гости. Гомельчанам потребовало 7 минут, чтобы сделать счет уже в свою пользу. Во втором тайме Лицельмаш забил дважды. Перед финальной сиреной гомельчане устроили настоящую осаду ворот соперника. И счет удалось сравнять за 13 секунд до завершения матча. Начались дополнительные таймы по 3 минуты. Гомельчане снова пропустили первыми. Однако в очередной раз они продемонстрировали невероятную твердость характера. Игроки продолжали атаковать и снова смогли спастись. Сейчас Лицельмашу до победы не хватило 6 секунд. Судьба же золотых медалей решалась после матчевой серии пенальти. Сильнее были игроки Лицельмаша. 5-4 и завоевали золотые медали. У ВРЗ второе подряд серебро. Финальный поединок получился фантастическим по своему накалу. И безусловно останется еще надолго в памяти любителей мини-футбола. Хочу поблагодарить ВРЗ за достойную игру, за достойный финал. Сегодня, наверное, если мы с трехматчевых играми победили сильнейший. Но я и так же хочу поздравить ВРЗ. Они достойно играли, достойно боролись. Заняли второе место. Это тоже результат. Хорошая игра. Я думаю, здесь все видели. Но считаю, что мы ее как бы не проиграли, хотя вытягивали ее по ходу всей игры. Были моменты, где у нас были моменты, где Лицельмаша. Но это финал. Тут по-другому не бывает. Тем временем игроки футбольного клуба «Гомель» завоевали первую викторию в чемпионате. На домашнем стадионе с минимальным счетом был обыгран столичный луч. Всю первую половину матча гомельчане владели заметным территориальным преимуществом. Гости редко покидали свою половину поля. За свои старания зелено-белые были вознаграждены под занавес первого тайма. Игорь Рожков после навеса Александра Батищева отправил мяч в сетку ворот 1-0. Во втором тайме характер игры не изменился, как и счет на табло. Таким образом, зелено-белые одержали свою первую победу в чемпионате в 10-м туре. И расположились с семью очками на 15-м месте в турнирной таблице. 13 июня наших футболистов ожидает на выезде серьезное испытание в лице чемпиона страны – Борисовского Батэ. Завтра в Жлобине стартует спартакиада союзного государства среди детей и юношества. В этом году турнир пройдет в четыре этапа – по два на территории Беларуси и России. В соревнованиях по легкой атлетике, волейболу и мини-футболу примут участие 192 студента учреждений высшего образования Беларуси и России. Для участников спартакиады кроме соревнований запланирована и культурно-развлекательная программа. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Субтитры создавал DimaTorzok